Привет, с вами снова Владимир И сейчас небольшое видео Памятка для водителей тачки Что нужно с собой иметь на объекте Вот здесь мы делаем земельные работы Порядка 25 кубов земли надо выкопать И вывести Два человека копают, один возит Первая Всегда в фундаменте Отправляете проезд Котаж Чтобы не таскать Не ставить никакие трапики Потом перекопаете его в последний момент Второе Чтобы тачка вас не подвела Во время работы Нужно иметь несколько простых вещей Во-первых Запасное колесо Запасное колесо мы используем Не надувное А цельно резиновое Почему мы не используем постоянно такие колеса Потому что На них хуже ездить На пневматических колесах Легче двигать тачку, чем на цельно резиновых Ребята стали бунтовать И я цельно резиновые колеса больше не применяю Мы используем его только как запаску То есть если колесо Надувное пробилось Мы не тратим время Для того, чтобы там Ехать, менять, покупать Мы целиком колесо С таким же внутренним диаметром Меняем И все То есть это запаска Первая запаска Водителя тачки нужна запаска И второе слабое место тачки Это вот эти подшипники Когда мы эту тачку Беламас 500 купили Первые полтора года Она не требовала никаких мешательств И подшипники ходили бесчисленное количество раз Подшипники выглядят вот так Но С тех пор как подшипники Мы стали покупать у себя Автогонроги на строительном рынке Они Ну буквально выдерживают 2-3 дня А на бетонных работах бывает 1 день Поэтому мы всегда с собой берем запас Вот у меня было десяток их штук Осталось 2 Стоят они 65 рублей в розницу 50 рублей оптом Я купил их десяток И имею их с собой Просто разогнул гвоздь Кстати Тоже Вот здесь стоял шплинт Он вечно ломается Простой гвоздь Восьмидесятка Разогнул гвоздь Вынул За секунду поменял Опять ездишь Я могу поменять Меньше чем за 1 минуту Ну и такая вспомогательная вещь Как Вот сюда мы вставляем Вот в это место Шпатель Шпатель мы чистим тачку От мокрого грунта И лопату Которую мы набираем тачку Итого Имеете в запасе Запасное колесо Подшипники А вот еще что Чуть не забыл Тачки любят разваливаться На сварных точках Вот покажи ближе Как и эта тачка Развалилась Вообще-то мы раньше Зварили вот тут Вот тут Вот тут А потом Убедили что Тонкий китайский металл Сварку долго не держит И опять ломается Мы стали применять Простую методику Мы стали вот так Просверливать Насквозь Сквозь корыто И сквозь все Трубы Которые развалились И винтом Точнее болтом На шесть Стягивать Это намного крепче И долговечнее То есть мы используем Любое развалившееся соединение Сварное Мы не варим Мы используем Корпус Как несущий Просверливаем его Наискось Как угодно Болтом затягиваем И это Очень крепкое соединение То есть у нас еще в машине Разной длины Болты на шее С гайками Для того чтобы В походных условиях Починить Единственное место Которое не чинится Это вот это место Где ось отваливается Но если уже отвалилась ось То мы уже тогда Либо накладку делаем И приварим Либо тачку просто выбрасываем Все